Сойдите с руками друг с другом и сделайте из своего одного маленького шарфа целую дорогу, целый путь. Масштабным флэш-мобом открыли Московский областной форум добровольцев в Химках. Более трех тысяч волонтеров со всего Подмосковья собрались на баскетбольной арене Химки, чтобы подвести итоги года. Почетными гостями форума стали вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плющева, а также руководитель муниципалитета Дмитрий Волошин. Самых активных волонтеров Химок глава округа наградил на сцене. Привет, Химки! Не слышу! Очень важно, что волонтер, у него нет возраста, у него нет пола, он не привязан к каким-то религиозным моментам. Им может быть кто угодно и когда угодно. Это люди, которые делают нашу жизнь лучше. Во время форума работала ярмарка добрых дел и выставка победителей регионального конкурса «Доброволец-2018». Итоги года волонтера подвелись за круглым столом. Среди участников была Любовь Петрова. Девушка присоединилась к Химкинскому волонтерскому движению чуть больше года назад. И этот год стал самым ярким в ее жизни. Начиная с Химкинского волонтерского движения «Я волонтер», я узнала о том, что есть волонтеры-медики и теперь хочу еще больше в профиль. Волонтерское движение набирает обороты. С прошлого года активистов в Московской области стало вдвое больше. Только по официальным данным подмосковных волонтеров больше 30 тысяч. Объединить такое количество неравнодушных и активных людей поможет новая платформа. «Мы сделаем отдельную такую платформу, на которой будет возможность еще обратной связи, а также размещения мероприятий, привлечения на разные направления. То есть, если вдруг нам завтра всем нужно будет сдать кровь, будет висеть анонс, и волонтеры смогут в режиме онлайн записываться, говорить, кто придет сдать кровь или кто придет, например, на уборку какого-то леса или парка». Кроме этого, для всех подмосковных активистов разработают единый стиль одежды. Уже в следующем году каждого волонтера можно будет заметить по специальному значку. Ксения Каретникова, Николай Забродин, Служба новостей.